Вот такой он человек. Хирург, который два с половиной месяца проводил операции под обстрелами больницы в Мариуполе, продолжает делиться оптимизмом с окружающими. Хотя там были моменты, когда было не по себе. Шестой этаж больницы был отдан под семьи с детьми, которые остались без жилья, без одежды, без еды, без всего. Зайти на этот этаж достаточно, чтобы на всю жизнь, так скажем, понять, что такое горе. Кириллу, 36, родился в Тюмени, медицинский, закончил в Краснодарском крае. Общий стаж работы 9 лет, 5 из них в Надыме. В апреле узнал, требуются врачи на Донбасс. Взял отпуск и поехал добровольцам спасать людей. Коллеги до последнего не знали об этом. Перед отъездом заведующая отделением пригласила к себе в кабинет. Прослезилась и сказала, возвращайся. Видео и фото из личного архива Кирилла. Говорит, что первые 5 дней вообще не выходил за пределы больницы. Позже выезжал в город, чтобы проверить пациентов. К обстановке не то, что привык. Пришлось это сделать. Вот так осколки выглядят, которые летят. Это вот воронка. Это в Донецке. Научились различать шум оружия, кто стреляет откуда и как? В принципе, да. Жена была против отъезда супруга в Мариуполь. Через месяц после прощания, когда муж вернулся и сказал, я снова туда, она изменила свое мнение. Приехали после первой командировки на 5 дней к жене. И как она отреагировала, когда снова решили ехать? Нормально отреагировала, с пониманием. Лучше, чем в первый раз. Снятся ли кадры разбитого города и семьи на шестом этаже больницы, я не решился спросить. Кирилл ответил сам. Боль, так скажем, за этих людей, она уже останется навсегда. И поэтому хочется вернуться. Продолжение следует...